Варя Кришна! Варя Кришна! Я очень рад вас видеть здесь сегодня, в канун Нового Года. Я не ожидал, что столько преданных придет сюда. Последние воскресенья, когда я давал лекцию, я пошутил о том, что под Новый Год показывают одних и тех же надоевших звезд. Вот я перед вами. Я думал, о чем говорить сегодня вечером. Я вспомнил стих из второй песни Шимадбхагаватам, из третьей главы, которая объясняет, что происходит с нами каждый день и каждый год и как стать исключением из этого правила. Это 17 стих из третьей главы второй песни Шимадбхагаватам, которая называется «Чистое преданное служение. Перемена в сердце». Перевод. С каждым восходом и закатом солнце сокращает жизнь любого из нас, за исключением тех, кто все свое время посвящает обсуждению повествований о всеблагой личности Бога. Этот стих косвенно подтверждает то, как важно использовать человеческую жизнь для восстановления своих утраченных отношений с Верховной Личностью Бога. Все интенсивнее занимаясь преданным служением. Время не ждет. Отмеряемое восходом и заходом солнца, оно будет потрачено впустую, если использовать его не по назначению, не для опознания духовных ценностей. Даже миг, потраченный впустую, невозможно вернуть ни за какие деньги. Человеческая жизнь дается живому существу Дживи только для того, чтобы оно могло осознать свою духовную природу и отыскать вечный источник счастья. Живое существо в особенности человек всегда ищет счастье, поскольку счастье – это естественное состояние живого существа. Но оно напрасно ищет его в материальном мире. По своей природе живое существо – духовная искра, часть полного целого. И потому мы можем обрести полное счастье, только занимаясь духовной деятельностью. В Господе есть полное духовное целое и его имя, форма, качество, игры, окружение и характер, неотличный от него самого. Как только человек надлежащим образом посредством преданного служения вступает в контакт с любой из названных высшей энергии Господа, перед ним тотчас открывается путь к совершенству. В Бхагавадгите Господь говорит об этом следующее. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет. И ни одно его усилие не пропадет даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Как сильно действующее лекарство, введенное внутривенно, воздействует сразу на все тело, так и трансцендентные повествования о Господе, вошедшие в ухо чистого преданного, огладают огромной силой воздействия. Слушание трансцендентных посланий предполагает и глубокое сознание, так же, как плодоношение одной части дерева предполагает, что все остальные части дерева тоже плодоносят. Даже один миг, проведенный в обществе чистого преданного, подобного Шукадевы Госвами, может дать человеку глубокое понимание трансцендентной науки и подготовить его к совершенной жизни в вечности. Таким образом, солнце не в силах сократить жизнь чистого преданного, поскольку он всегда занят преданным служением Господу, очищая тем самым свое существование. Смерть – это симптом материальной болезни вечного живого существа. Только из-за этой болезни живое существо попадает под власть закона рождения, смерти, старости и болезни. Сила Вишланаточа Кравартии Токур цитирует смритий шастры, которые рекомендуют заниматься материальной благочестивой деятельностью, в частности, раздавать милостыню. Деньги, пожертвенные достойному человеку, гарантируют нам безбедное существование в следующей жизни. Пожертвование надлежит давать браманам. Если пожертвовать деньги не браману, то есть человеку, не обладающему качестве брамана, то в следующей жизни они возвратятся в том же количестве. Если дать их полуобразованному браману, они возвратятся в двойном размере. Если дать деньги ученому, обладающему всеми достоинствами браману, они возвратятся в стократном или тысячекратном размере. А если пожертвовать их веда параги, тому, кто познал путь вед, они возвратятся, бесконечно умножившись. Как утверждает Бхагавадгита, ведающая сорвая рахамай во ведьях, верджина ведического знания является постижением Верховной Личности Бога, Господа Кришны. Деньги, отданные кому-то, обязательно вернутся к нам в той или иной пропорции. Аналогично этому, одно мгновение в обществе чистого преданного, посвященное слушанию или повторению трансцендентных посланий, гарантирует вечную жизнь и возвращение домой, обратно Богу. преданному Господу уготована вечная жизнь. Старости болезни, настигающие преданного в этой жизни, только побуждают его еще сильнее стремиться к уготованной ему вечной жизни. с каждым восходом и закатом солнца сокращает жизнь любому из нас, за исключением тех, кто все свое время посвящает обсуждению повествований о Всеблагой Личности Бога. Продолжение следует... 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 Каруна-аватару. Бхагасвами говорит Айур-Харат-Ивай-Пум-Сах. Поистине, солнце крадет нашу жизнь. Сегодня мы отвечаем события, когда она украла у нас целый год. Ради этого мы собрались здесь. Чтобы отпраздновать этот факт, солнце совершило свой полный круг. Через 12 знаков зодиака снова вернулось в созвездие Стрельца по ведическому гороскопу. И люди радуются этому. Люди празднуют это. Люди пьют шампанское. Не понимают, что в сущности они стали всего-навсего на год ближе к смерти. Это обычный закон человеческой жизни. С каждым восходом и с каждым закатом наша жизнь сокращается. И есть одно единственное исключение из этого жестокого правила. Каким образом человек может выйти за пределы относительной ограниченной жизни? Для этого ему нужно соприкоснуться с абсолютом. Сила Прабхупада объясняет этот факт в своем замечательном комментарии, где он говорит, что любое соприкосновение с абсолютом лишает нас нашей относительной природы. Относительная природа значит временная природа, по определению. До тех пор, пока я буду относительной маленькой истиной, я буду обречен на угасание и значит на смерть в этом мире. Я буду все время рождаться и умирать, потому что такова природа моей относительной жизни. Относительная природа значит смерть, абсолютная природа значит бессмертие. И мы можем сделать это по самой своей природе, потому что изначально мы являемся частичками абсолюта. Изначально мы ищем этого состояния, мы ждем этого состояния, мы хотим этого состояния. Мы ощущаем свою неполноту, и мы ощущаем, что нам чего-то не хватает постоянно здесь. И когда человек соприкасается с абсолютным в той или иной форме, даже не понимая сам того, когда он так или иначе соприкасается с абсолютной природой, просто в виде звука Харе Кришна, он чувствует, что что-то кардинальное поменялось в его сердце. Люди начинают плакать, люди начинают радоваться. Непонятно почему. Я помню очень хорошо, я не верил ни в какого Кришну. Хочу покаяться перед вами. Мне сказали, повторяй Харе Кришну мантру. Для чего? Чтобы ауру видеть. Я стал повторять Харе Кришну мантру. До сих пор ауру не вижу. Но ничуть об этом не жалею. Потому что я получил нечто гораздо большее. Человек получает связь с Верховной Личностью Бога. И изначально этот путь был доступен людям. Люди в древней ведической Индии, в древней цивилизации знали, что звук может привести человека к Богу. На самом деле, совершенством повторения мантры является... Мантра Сиди. Совершенство повторения мантры является то, что мы видим объект мантры перед собой. Сегодня я слышал историю одного великого Вайснава. Историю всей его семьи, великих Вайснавов. Рама Кришна, да, с Бабаджи, или Пандит Баба, знаменитый Сида Вайснав во Вриндаване, который имел Даршан Рады и Кришны несколько раз. И его отец тоже был удивительный. История его отца, маленькая история жизни его отца, это иллюстрация того, о чем Шукадевга с вами говорит здесь, в этом стихе. О том, как человек, который соприкоснулся с Абсолютом, выходит из-под власти законов этого мира. Его семья жила в Джайпуре. Его дед был Вайснавом и Шрисом Прадай, и он был очень знающим человеком. Так что царь Джайпура сделал его учителем своего наследника и подарил ему две деревни, чтобы они жили безбедно. У него родился сын, этот сын рос, он стал тоже великим знатоком священных писаний. Отец этого, дед бандита бабы, у которого родился сын, отец будущего бандита бабы, будущий отец. Тоже был очень счастлив, он вырос, он тоже знал писание. Вот этот Вайснав из Шрисом Прадай ушел на радостях из этого мира. Но мне хотелось рассказать несколько слов про жизнь этого отца. Юношей он ушел в лес, потому что его желание встретить Бога было таким сильным, что он не мог оставаться дома. В конце концов, эта жизнь, которая повторяется все одно и то же, не может удовлетворить человека. Испокон веков в человеческом обществе были души, которые уходили, оставляли все только для того, чтобы найти Бога. И, уйдя в лес, он посвятил все свое время целиком тому, что он повторял «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари Кришна, Хари Рама, Хари Рама, Хари Рама, Хари Рама». Так как он был из Рамануджисом Прадай, то он хотел увидеть Господа Раму. И в течение нескольких лет беспрерывно он повторял эту мантру. Он ел, чем придется, питался, чем придется, как-то жил, совершал аскезу, но он не замечал, как текло время. Он повторял снова и снова эту мантру до тех пор, пока, наконец, Господь Рама Чандра вместе со своими братьями на лошадях не дал ему свой даршин. Сам Господь Рама пришел к нему. Господь Рама пришел к нему, сказал, «Я очень доволен тобой, а теперь возвращайся домой и женись». Иногда такие приказы тоже отдаются. Он вернулся обратно в Джайпур на радостях, но жизнь его уже была не той же самой. И наша жизнь сейчас, это жизнь, когда мы так или иначе, ну, может быть, до какой-то степени чувствуем связь с Богом, но эта связь еще не такая полная, не такая ясная, не такая четливая. Тем временем другому великому Вайшнаму во сне пришел Господь Рама Чандра и сказал, чтобы он отдал свою дочь замуж за этого молодого, за этого юношу, который получил даршин Господа Рама. И так они стали жить. И через какое-то время у них родился сын, будущий великий Вайшнав. И Господь Рам специально устроил все это для того, чтобы появился, для того, чтобы будущий великий Вайшнав мог прийти через их союз. Маленький Рам Протап, который родился у них, он с самого раннего детства играл в шарики с Господом Говиндой. Это отдельная история, может быть, я когда-нибудь расскажу ее, но мне хотелось рассказать про его отца. Тогда у него родился сын. Прошло года три после того, как родился мальчик. Мне хотелось рассказать, как он ушел из этого мира. Он сделал свою пуджу, как всегда. Мы знаем, что по традиции Вайшнавы каждый день делают пуджу, поклонение божествам. Это могущественный способ соприкоснуться с Богом, почувствовать Бога, ощутить Бога. Это могущественный способ медитации на верховную личность Бога. Каждый день мы приветствуем Бога, читаем мантры, моем Его, служим Ему в Его личностной форме. Как здесь, на алтаре, все съедал, не таясь, а чесута, принимают наше личностное служение. Точно так же каждый Вайшнав, он делает какую-то свою пуджу своим божествам или приходит в храм для того, чтобы поучаствовать в поклонении божествам, для того, чтобы проявить свое личностное отношение с Господом. И, как объясняет Чхила Прабхупада здесь в комментарии, любое соприкосновение с верховной личностью Бога в любой форме, в форме имени, в форме божества, в образе божества, в форме рассказов о Кришне, меняет полностью нашу природу. Чхила Прабхупада цитирует здесь стих из Бхагавадгиты, где Кришна говорит что даже небольшое продвижение по этому пути всегда остается с человеком, это становится частью нашей природы. Здесь очень интересно сказано наша жизнь крадется у нас. Иначе говоря, мы хотим жить, но так как наша жизнь нереальная, так как наша жизнь основана на иллюзии, то у нас отбирают эту жизнь. Кришна говорит, что есть нечто, что у нас невозможно будет отобрать, когда человек начинает соприкасаться с Кришной. Любой опыт, который он получает при этом, невозможно никогда отобрать у него. Никогда невозможно лишить нас этого опыта. Сейчас мы с вами участвовали в Киртане, этот Киртан всегда останется с вами. И в момент смерти этот Киртан может спасти вас. В момент смерти вы вспомните этот Киртан, который пел в Лабай Чайтане Прыло. И вместе с этими звуками вернетесь к Кришне. Иначе говоря, все эти вещи, они всегда остаются с нами. И невозможно отобрать. Совсем другая жизнь появляется у нас. Мы чувствуем, реально ощущаем вечность внутри себя. Его сын, его отец этого, Рам Пратапа, его звали Лакшми Нарайан, бандит, он однажды сделал пуджу божеству. И после пуджи божества обычно человек, который делает пуджу божеству, он погружается в медитацию. Он должен повторить определенные мантры, просить прощения за совершенные оскорбления. и как-то еще раз утвердиться в своей вечной природе. Так вот, я хотел счастливую историю рассказать. Он погрузился в медитацию после пуджи и так из нее и не вышел. Все это... Он прямо оттуда, прямо после пуджи вернулся в духовный мир. К немалому удивлению его жены и других родных. Когда я услышал эту историю, я подумал, если я хочу уйти из этого мира, то только так. Это самый удивительный способ ухода из этого мира. Люди, несмотря на то, что они привязаны к этому телу, изо всех сил, они пытаются держаться за это тело, когда уже держаться не за что. Когда уже тело полностью разрушилось, когда оно разваливается на куски, когда оно не работает. И это трагические моменты. Они держатся за него, пытаются его удержать, а тело от них уходит. Как иногда мы говорим, что он оставил тело. На самом деле никто тело не оставляет. Тело оставляет нас. Мы тело не оставляем. Будь наша воля, мы бы за него держались до последнего. Но тело всех оставляет. Это драма. У нас крадут, у нас реально буквально отбирают это тело и эту жизнь. Несмотря на наше нежелание расставаться с этим. Но я рассказал эту историю только, чтобы рассказать о том, как можно уйти из этого мира. Погрузившись в медитацию, на Кришну, просто вернуться к Нему. Легко, свободно, без каких-либо усилий. И главное, что это возможность, которая доступна каждому из нас. И Сукадевы Госвами благословляет нас этой возможностью здесь. Он говорит, что любой человек, который потратил свое время на то, чтобы просто слушать о Кришне, это всегда останется с ним. Сила Привупада делает удивительное сравнение. Он сравнивает это с благотворительностью. В Манус Мрити объясняются результаты благотворительности. Там говорится, что если мы дали копеечку кому-то на улице, то эта копеечка к нам вернется в следующей жизни. Не волнуйтесь. Если мы дали копеечку знающему человеку, полузнающему человеку, две копеечки получим. Или два рубля. Если мы дали по-настоящему знающему человеку сто копеечек, или в сто раз, или в тысячу раз получим больше. Если мы дали человеку, который знает Бога, невозможно даже оценить, что мы получим, потому что мы получим при этом вечный неприходящий результат. И сила Прабхупада переносит то же самое на сферу нашей жертвы времени. Мы все сейчас жертвуем своим временем, правильно? Мы могли бы потратить это время на что-то другое, правильно? Мы могли бы есть салат за праздничным столом, эту шубу с селедкой. Сюда пришли, и нас уже заранее предупредили, селедки не будет. Шуба будет, а селедки не будет. Вместо Деда Мороза сидит кто-то без красного носа. Что Шила Прабхупада объясняет нам, делая это сравнение, очень важное сравнение, очень интересное сравнение. Он говорит, что подобно тому, как деньги, пожертвенные человеку, знающему истину, возрастают в бесконечное количество раз. Иначе говоря, они перестают быть чем-то материальным. Благо, которое мы получаем от такого пожертвования, перестает быть материальным. Любое пожертвование, которое мы делаем, даже если оно умножится, это все равно материальный результат. Во сколько бы раз оно не умножилось, рано или поздно оно истощится. Ману Самхита говорит, что если мы сделали верное вложение, то результат будет бесконечным или неистащимым. Иначе говоря, результат будет духовным. И Шила Прабхупада говорит, что точно так же, если мы пожертвуем свое время для того, чтобы просто слушать Святое Имя, то время, которое мы получим взамен, какое будет, сколько мы получим взамен времени? Бесконечное. Мы получим взамен вечность. Одно мгновение, проведенное в таком обществе, или одно мгновение, посвященное тому, что мы слушаем об абсолютной личности Бога, вернется к нам в виде вечности. Это всегда останется с нами. И, в общем-то, все уже, уже никуда не денетесь. Уже вечность вам гарантирована. Кришна говорит об этом. Он говорит, что Пратявая навидяте Свалпама пьяся дармасья Суалпам Даже если совсем немного. Свалпама пьяся дармасья Что-то, что мы сделаем на этом пути, совсем немногое, что мы сделаем. Трайаты махатобаят Защищает человека от самой большой опасности. От какой опасности? От опасности утратить свое сознание. На самом деле, мы обрели, реально соприкоснувшись с абсолютной личностью Бога в виде святого имени, в виде божества, в виде священных писаний, с Шриман Бхагаватом, в виде преданных, с которыми мы общаемся, мы обрели нечто совершенно невероятное. Мы обрели вечное сознание. Это сознание, это искра сознания всегда останется в нас. Иногда люди уходят из сознания Кришны. Но на самом деле, они только притворяются. Уйти из сознания Кришны невозможно. Кришны говорит, если человек уже вернулся ко мне, он никогда не сможет вернуться обратно. Он никогда не будет тем же самым. Он получил опыт, который нас никогда не покинет. У нас у всех есть этот опыт. И единственное, что нам нужно сделать, это довести этот опыт до совершенства. В конце концов, да, на какое-то время мы можем временно утратить этот опыт из-за совершенных оскорблений. Но в конце концов, этот опыт останется с нами. Раз уж я стал рассказывать историю этого Рама Кришны Даса Бабуги, я расскажу интересную историю, которая связана уже с его жизнью, жизнью этого мальчика. Он в 10 лет, он в совершенстве изучил все священные писания. Он наизусть знал все панинии сутры. Он изучил Шримад Бхагават. В 13 лет он знал все. Он мог цитировать любой стих из Шримад Бхагават, все что угодно. Кришна сам пришел к нему во сне и сказал, иди в Вриндаван. Должен отправиться в Вриндаван. И мать его не пускала. В конце концов, так или иначе, он убежал из дома, отправился в Вриндаван, стал жить в Вриндаване. И много-много-много удивительных событий было в его жизни. Он достиг совершенства в своем Бхагане. Он помнил о Кришне постоянно. Иногда он мог по 2, 3, 4 дня. Он жил в пещере Рагава Пандита на Гавардхане. Это удивительное место, где Рагав Пандит Госвами, Рагав Госвами, тот, кто водил первую парикраму по Вриндавану, занимался Бхаджан. И там, по указанию самого Кришны, поселился этот Рам Кришна. Бхаджи иногда по несколько дней не выходил оттуда. Он забывал. Время переставало идти для него. У нас время очень... Очень мы знаем, сколько времени прошло. Не дай Бог лекцию чуть-чуть дольше провести. Но когда он начинал вспоминать о Кришне, когда он погружался в воспоминания о Кришне, он был вместе с Кришной. Все останавливало для него. Он забывал. Одно время у него было фиксированное расписание. Он вставал в 2 часа ночи и начинал заниматься Бхаджаном. И в 12 часов он занимался медитацией. 12 часов подряд он думал о Кришне, погруженный в глубочайшее самадхи. И в 2 часа дня уже собирались местные бандиты. Бхаджи знали, что он выйдет, и они начнут изучать священные писания. Это была практика, которая длилась в течение нескольких лет. Но потом они заметили, что он что-то стал пропускать, пропускать. Иногда придет, иногда не придет. В конце концов, они махнули рукой и поняли, что нет смысла на него надеяться. Потому что иногда он по 3 дня не выходил оттуда. Иногда по неделе не выходил оттуда. Он забывал о еде, о сне. Он думал о Кришне. Он был с Кришной. Он был реально в духовном мире. Время не действовало на него. Он не знал, что происходит здесь, в этом мире. И однажды к нему пришла его мать из Джайпура. Я рассказал историю, что будучи 13-летним мальчиком, он убежал во Вриндаван. И мать, был ее единственный сын, в разлуке с ним очень скорбела. Она пришла к нему, она узнала, где он живет. Она села перед его пещерой, она стала ждать. Он не выходил. В сутки, вторые, третьи, трое суток она просидела. В конце концов, он вышел. И когда он вышел, он прошел мимо нее и даже не обратил на нее внимания. Она побежала за ним, она плакала, она звала его. Он пошел в деревню, где он просил Маддукари. И она, понурившись, вернулась к себе в Джайпур. Он вернулся в свою пещеру и попытался снова погрузиться в медитацию на Кришну. Попытался снова вернуться в духовный мир Кришни. И у него ничего не получилось. Он оставался на том же самом поверхностном уровне внешнего сознания, на котором находимся мы и думаем, что мы счастливы. Но он-то знал, что есть другая жизнь. Он-то знал, что есть духовный мир внутри, пребывание в котором исполнено бесконечного счастья. И как он не пытался туда опять погрузиться, он не мог это сделать. Ничего не получалось. Он отправился к другому совершенному Бабаджи, знаменитому Сида Кришни Даса Бабаджи из Смана Сиганги. Он спросил, он сказал, ты оскорбил свою мать. Твоя мать пришла к тебе, ты не обратил на нее внимания. Ты должен служить своей матери. Должен сделать так, чтобы она вернулась и заботиться о ней. И он это сделал. И тогда способность медитировать и помнить о Кришне снова вернулась к нему. Что я хочу сказать этим, что есть удивительный мир, который ждет нас внутри. и даже небольшое соприкосновение с ним, даже очень поверхностное соприкосновение с ним, которое есть у нас, всегда останется с нами. у нас есть духовный опыт, и этот духовный опыт никогда от нас не уйдет. Уже мы сделали вклад в вечность свой. Уже мы потратили свое время на то, чтобы действительно побудить Кришну прийти к нам в какой-то момент. И теперь нам нужно только идти вперед. На какое-то время этот опыт может уйти или заслониться чем-то в силу нашей глупости. по неосторожности, по еще каким-то причинам, из-за гордыни, а чаще всего из-за дурного общения, которого нужно бояться, как чумы. Из-за дурного общения, из-за каких-то оскорблений, еще из-за чего-то. Мы можем на какое-то время забыть то, что мы получили здесь. Пожалуйста, поднимите руки, кто получил здесь то, что он не получал нигде, ни в каком другом месте в материальном мире. Единогласно. На какой-то момент это может заслониться. Но суть в том, что это навсегда все равно останется с нами. И если мы по-настоящему ценим то, что у нас есть, человеческую жизнь, которую мы получили, если мы по-настоящему разумны, как здесь говорится, если человек по-настоящему разумен, он будет идти по этому пути до тех пор, пока не придет к самому концу. За несколько стихов до этого был знаменитый стих где Шукадев Гасвами говорит, что в конце концов, какой бы категории человек не относился, акама, бакта он, или сарвакама, или он корми, или мокша кама, или он хочет освобождения, неважно, к чему бы он не относился. Единственный способ это бакти. Причем это бакти должно быть полностью Тибрена, Бакти-йогина, Янджета Парушам Парам. Это бакти должно быть полностью непрерывным. Мы не должны держаться за какие-то жалкие остатки, которые у нас есть. Иногда наша беда заключается в том, что мы получили что-то тут, правильно? Но при этом мы думаем, что это хорошо все. И нам хочется быть слугой двух господ, как говорится в Библии. А слугой двух господ нельзя быть. Есть только один господин хороший. Есть два господина, которым можно служить, но один плохой господин, один Карабас-Барабас. Один господин будет нас просто бить плеткой. Карабас-Барабас – это майя. Просто автор не знал его настоящего имени. мы можем играть какие-то дурацкие игры здесь. Мы будем получать только плетку. Мы можем вернуться в настоящий мир. И у нас уже есть все для этого необходимое. У нас уже для этого есть все, что нужно. У нас есть для этого все. И у нас есть уже ощущение вечности. кто-то... Давайте еще раз поднимем руки. Кто-то когда-то ощущал вечность все-таки. Когда мы в Киртоне или еще где-то, когда мы забывали о себе, когда мы полностью переносились в какое-то другое пространство. Был с вами? Был какой-то опыт? Был? Давайте Харибол крикнем. Если бы... Харибол! Что-то необычайное, какой-то удивительный опыт приходит к нам, когда мы действительно находимся не в этом мире. Иногда Киртон, Киртон, да, хорошо, красиво поют, все хорошо. И мы тут, и мы слушаем, и музыка, и все что-то такое. Вдруг Киртон становится настоящим Киртоном, когда мы получаем это. Это тот самый опыт, который мы получили. У нас есть этот опыт вечности, он никуда от нас не уйдет. Мы уже осознали, что мы не принадлежим к этому миру. Просто один раз услышав Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. Мы уже этот опыт получили. Теперь нам нужно только довести этот опыт до совершенства. Поэтому Шукадевы Госвами говорит, Теврена Бхакти-йогина, пожалуйста, не держитесь за все остальное. Пожалуйста, посвятите себя Бхакти-йоге. Это мое новогоднее пожелание вам всем. Если мы сможем действительно посвятить себя, погрузиться, понять, что у нас есть, понять, что у нас есть нечто необычайно ценное, что есть удивительная философия, заключающаяся в этих книгах, есть Святое Имя, есть Киртан, есть возможность медитировать, есть возможность думать о Кришне. И главное, что есть возможность встречаться с предными и служить предным. Все это будет усиливать наш опыт духовной жизни и время потеряет власть над нами. Начнется обратный отсчет. У всех остальных отсчет идет в одну сторону. У нас начнется отматывание. Постепенно можно молодеть, 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 молодеть. Потому что все, время течет не так. Кто-то скажет, а что-то вы не молодеете. Кто-то может улечить меня. Сила Праупада объяснил это тоже в комментарии. Сила Праупада дает удивительное объяснение. Он говорит, что на самом деле человек, который почувствовал вечность, не подвластен времени. Но в то же время с внешней точки зрения кажется, что как будто бы время продолжает действовать на него так же, как и на всех остальных. Он как будто бы тоже стареет и как будто бы тело его разрушается. Сила Праупада объясняет, почему это происходит. Кришна, несмотря на то, что время уже не действует на него, тем не менее, Кришна позволяет так или иначе времени воздействовать на его тело. Для чего? Чтобы сделать его желание вернуться к Кришне еще сильнее. На самом деле, время уже не воздействует на нас, потому что мы соприкоснулись с вечностью. Но для того, чтобы усилить это наше желание, почему мы не можем погрузиться полностью? Потому что наше желание вернуться к Кришне еще слишком слабое. И нам хочется еще немножко попробовать чего-то здесь. И все мы думаем, что мы где-то еще не побывали. И что, может быть, на северном полюсе счастье есть. Если на северном нету, то он на южном наверняка есть. Если на южном нету, то на луне, наверное, есть. Так у людей есть эта иллюзия, и мы держимся за это. Но Кришна милостиво, что Он делает? Я потрясающий секрет вам сейчас раскрою. Кришна милостиво позволяет нашему телу стариться, несмотря на этот стих из Симан-Бхагавата. Он заставляет наше тело состариться, чтобы наше желание вернуться к Нему стало еще сильнее. Чтобы мы поняли, да, прошел еще один год, и это здорово. Прошел еще один год, который сделал нас ближе к Кришне. И в какой-то момент мы сядем с вами в медитацию и уже не встанем. Это будет повод для безумного ликования. На самом деле, когда великий Вайснаф уходит из этого мира, это великий праздник. Когда Харидас Токур ушел из этого мира, Шичейтани Махпрабху сам взял его трансцендентное тело на руки и плясал с этим телом. Потому что он ушел из этого мира, великий Вайснаф вернулся к Кришне. Это самое удивительное, что может с нами случиться. Разумеется, мы здесь пока, и пока мы здесь, мы используем каждое мгновение своей жизни для того, чтобы сделать что-то в контексте вечности. Нам уже надоело, нам уже неинтересно делать что-то, что не имеет вечного результата. Неинтересно, правда? Кому-то неинтересно? Кто-то почувствовал, что уже как-то все не... что-то никто не поднимает руки. Но это факт. Мы все с вами дети вечности. Мы чувствуем вечности. Шукадевка с вами нам говорит, что теперь единственное, что от нас требуется, это усиливать наше чувство вечности снова и снова и снова. И тем временем, что мы делаем, тем временем мы служим. Этот удивительный результат о том, что случается с человеком, который целую жизнь служит Кришне, он описан позже в той же самой второй главе, второй песни Шимадбхагавата, в седьмой главе. Там Брама рассказывает жизнь или то, что случилось с пастухами, которые жили во Вриндаване. И он говорит о том, о чем я вам рассказывал. Ахни, 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 день, Апритам, Ниши, Шаянам, Атишрамена. Атишрамена значит тяжелый труд. Он говорит, что эти пастухи в Гокуле, они тяжело трудились днем и крепко спали ночью. И в результате этого Локам Вайкундхам Упанесши Ти-Гоку-Лам-Сма. В результате этого они оказались на Вайкундхе так, что даже не заметили, как с ними это случилось. Жизнь в преданном служении это удивительная вещь. Мы днем тяжело трудимся. Ночью, так как мы днем тяжело трудимся, крепко спим. А потом незаметно для себя оказываемся на Вайкундхе в духовном мире. На самом деле я когда думал об этом стихе, я вспомнил об Ачитане Праблона. Целый марафон днем тяжело трудился, ночью, надеюсь, крепко спал. Каждый день распространял по сто с лишним книг Силы Прабхупада в течение всего марафона. Я уверен, что в какой-то в один прекрасный день он незаметно для себя окажется на Вайкундхе. И не только он. На самом деле жизнь в преданном служении это удивительная вещь. Мы делаем все то, что мы должны делать. Мы тяжело трудимся здесь, мы служим всем, мы пытаемся преодолевать препятствия, и тут множество всяких препятствий, то Новый год, то еще что-нибудь, то дефолт, то Олимпиада, много разных событий каких-то. Но при этом мы не здесь. Хотя мы как будто здесь, на самом деле мы не здесь, мы с Кришной. И мы знаем, что есть вечная жизнь, от которой мы когда-то ушли и которой мы должны вернуться. Есть путь, который ведет к этой вечной жизни. Харе Кришна Харе Кришна Харе 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 Рама Харе Рама Харе 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 Чхилу Дживагасвами рассказывает замечательную историю о том, как однажды пастухи пришли к Кришне и спросили Кришна. Это было после того, как Кришна спас Махараджу Нанду. Мы знаем эту историю. Она описана в десятой песне Бхагаватам. В десятой песне Бхагаватам рассказывается, как однажды рано утром Нанда Махараджи. Это было утром на два дыши. Нанда Махараджи решил прервать пост. И он перепутал. Часов тогда не было. Так или иначе, он проснулся слишком рано. Когда мы торопимся куда-то там на Мангаларати или еще куда-то, мы тогда слишком рано встаем. Он рано встал, пошел на Ямуну в неурочное время. И, соответственно, слуги Варуны утащили его куда-то. Весь разнеслась. Кришна быстренько отправился к Варуне. Варуна его принял с почетом. Нанда Махараджи был связан по рукам и ногам. И Нанда Махараджи смотрел на все это. Моего сына маленького принимают с почетом, а меня связали. Он думал, я что... Главный же я. А почему его принимают? У него... Его это поразило очень сильно. Он вернулся. Когда он вернулся, он стал всем рассказать, что я там был, что там было. Кришна-то непростой, оказывается. Мы-то думали, что он простой. Мы-то думали, что наш сын, оказывается, Варуна ему-то красный ковер расстелил, кирлянду одел, кланялся ему, молитву возносил. А я при этом по веревкам, по рукам и ногам был связан. Кришна-то непростой. Все пастухи стали шептаться, говорят, мы давно думали об этом. Шесть дней мальчику было. Путану убил. Гигантская женщина была. Попил немножко молока, убил. Мы тогда еще подумали, что-то тут нечисто. И потом столько раз, когда он гору поднял, вообще... Семь дней держал. Мы думали, что с ним такое, кто такое. В конце концов решили, наверное, что-то не то. Мы тебе давно говорили. Ты нам все говорил. Да не, не, не. Обычно кто он там, что он там, я знаю. Чуть что, сразу плакать начинает. И все. Какой там Бог, оставьте. Сын мой. Теперь ты понял. Понял, да? Теперь ты понял, кто он такой. Пойдем к нему. Бог, Бог. Бог. Они пришли к нему и говорят, мы поняли, кто ты, Кришна. Похоже, что ты Бог. Если ты Бог, ну, по крайней мере, если не Бог, то, по крайней мере, ты какой-нибудь великий йог. Ты наверняка знаешь, куда мы попадем после смерти. Покажи нам, куда мы попадем после смерти. Покажи нам духовный мир, как там в духовном мире. И Кришна говорит, да, хорошо, покажу вам, покажу вам, как в духовном мире. Ты там, корабль воздушный прилетел, они все зашли, и там стюардесса сказала, пристегните ремни. Они приземлились где-то, выходят, смотрят. А-а-а, Вриндаван, коровы, дом, наш дом, а-а-а. Они говорят, Кришна, это мы сюда, что ли, попадем? Кришна, да, сюда попадем. Они говорят, о-о-о, спасибо, это хорошо, это мы, значит, в свою деревню вернемся. Тут даже и попадем. Ну, в общем, я что хотел сказать, что... Туда же и попадем. На Динамо. Там есть такая духовная Динамо. Вишнурата будет. Вместо стюардесс. Он нас туда возьмет. Так вот, жизнь в преданном служении, это удивительная жизнь. Мы живем здесь, и в то же самое время мы не живем здесь. Мы живем с Кришной. Гре-кришна, 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 Гре-кри-рама, Гре-рама, Гре-рама, Гре-рама. И время течет, и в то же самое время оно не течет. Единственное, что делает время для нас, время помогает нам действительно стать глубже, если мы правильно используем его. Если мы по-настоящему будем использовать то время, которое есть у нас, время этой жизни, каждое мгновение, то мы будем чувствовать, что сердце наше становится глубже и бездоннее. Сейчас мы знаем, что сердце наше очень легко исчерпывается. Мы иногда чувствуем пустоту, опустошенность, боль, еще что-то такое. Это все следствие мелкого сердца. Глубокое сердце, бездонное сердце всегда делает человека счастливым. Если мы время, отпущенное нам на нашу жизнь, будем использовать для этого, для того, чтобы с очень большой бережностью, чтобы повторять Святое Имя, чтобы слушать Священные Писания, слушать какие-то лекции, приходить сюда, служить предным, ничего не ожидая, просто так, делая что-то для предных, то мы будем чувствовать, как это время, вернее, сам Кришна будет делать наше сердце все глубже и глубже и глубже. Наши желания будут становиться все чище и лучше. И в конце концов в сердце останется только одно желание. Желание служить. Желание, чтобы Кришна был счастлив. Чтобы Кришна был доволен нами. Желание находиться рядом с Ним и служить Ему. И это удивительный эффект или результат времени на преданного. Обычный человек с течением времени часто, не всегда, разумеется, есть тоже мудрые и глубокие люди, которые становятся мудрее и глубже, но это тоже люди, которые так или иначе соприкасаются с вечными истинами здесь. Если человек просто пытается жить ради себя, он становится все мельче и мельче, его все легче и легче вывести из себя. Люди под старость, знаете, люди, которые прожили плохую жизнь, они станутся очень раздражительными. Очень злыми. Их легко вывести из себя. Почему? Потому что сознание мелкое. Нету там ничего. В глубине нет ничего. Но если мы правильно будем проводить свою жизнь, мы будем видеть, что сердце наше будет глубже, глубже и глубже. Что все удивительные события, которые происходят с нами, хорошие и плохие, неважно, будут делать Кришну ближе для нас. Поверхностный человек, внешний человек, он хочет только хорошего и боится плохого. Правильно? И поэтому перед Новым годом все говорят, чтобы только все хорошее было, только все хорошее было. И потом целый год только все плохое происходит. И потом перед следующим Новым годом, ну в следующем году только все хорошее, только все, да, 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 выпьем за это, выпьем за это. Давайте выпьем. Давайте выпьем. Не помогает, ну выпьем еще. Но когда человек действительно становится слугой Кришны, то все и хорошее, и плохое делает его счастливым. Потому что и в том, и в другом он чувствует присутствие Кришны, он чувствует заботу Кришны. И он чувствует, что и то, и другое нужно для того, чтобы его желание вернуться к Кришне стало сильнее. Когда мы выйдем на этот уровень, когда любое событие будет только усиливать наше желание служить Кришне, мы будем в полной безопасности. Это значит, что мы полностью вышли из-под влияния времени. А сейчас мы уже почти что находимся за его пределами. Незаметно прошел целый час. И я хотел поздравить вас всех с Новым Годом. Я хотел пожелать вам всем, чтобы в этом году вы стали ближе к Кришне. Чтобы какие-то глупые вещи оставили нас. И чтобы источник служения забил в нашем сердце. Чтобы мы стали ближе друг к другу. На самом деле, когда мы становимся ближе к Кришне, мы естественным образом становимся ближе друг к другу. Чтобы мы научились служить и любить друг друга. Видеть в каждом частицу Бога. Служить всем, всем людям, независимо ни от чего. Чтобы злость, зависть, жадность, вожделение, гнев покинули наше сердце. Хотя бы ненадолго. И чтобы любовь к Кришне стала глубже и сильнее. Это мои новогодние пожелания. Это мое новогоднее обращение к вам. Я обещаю вам, что тогда мы действительно обретем новое счастье. Спасибо большое. Харе Кристос. Харе Кристос. Мне сказали, что приготовили для всех подарки. Для всех. От Си Си до Эл Ни Тай Са Чи Суты приготовили алтарики. Можно каждому стих индивидуальный. И можно этим алтарям делать пуджу. По тому примеру, который я рассказал. С Андрей Симха Девом. Тут алтари. И Си Си Дэл Ни Тай Са Чи Суты. И Си Си Рады Сям Асандры. Так что вот всем подарки. Пожалуйста, подходите. Можно начать петь. Давай, может, я туда сяду. Да, давай. 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 Продолжение следует...